я думаю что за запах такой это коллега вот впереди шпала везет а они же пропитаны так вот прямо аромат жизненно железнодорожный когда за ним идешь красавчик все увязано с очень чинарём но тут так ничего после орбита сюда в сторону камышлова в общем-то можно ехать так иногда подкидывать слегка так дорожка в принципе практически огонь ну шо вот и камышлоу скоро трасса федеральная не ну на эту дорогу до ирбита здесь грех жаловаться здесь валишь валишь и валишь огонь ирбит конечно да подгулявший весь а тут все классно залетели мухой вот не могу представить где мы выскочим когда вы едем тогда сориентируюсь по-моему когда едешь по федералке то есть указатель вроде бы ирбит ирбит а Федеральная федералка. Так, а мы что? Получается, да, с левой стороны он остается. Да, все. Выбрались. На следующем повороте поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Постань, что ли. Встань, постой. А, все. Пошел народ, пошел движняк. С одной стороны там хорошо ехать свободно, никого нет. Началось. Хоть волос приятный, да ладно, можно послушать. Все, до Кати, тут сколько нам километров? 150, наверное, еще где-то. 140. 104 это до чего? Это, наверное, до широкой. Ну да, где-то примерно так. Пошла движуха. Уже и в Богданович прилетели. Что как-то очень быстро. Но тут-то дорога вообще огонь. Погодка шепчет 20 градусов на улице. Не облачко вообще. Песня просто. На каком-нибудь водоемчике с шашлычками. Тем более, сегодня пятница. Тем более, сегодня пятница. Тем более, сегодня пятница. А тут нужно Арбатин, Утен, Дисциплина. Требот. Арбатин. Требот. Усталовый отновал. Усталовый отновал. Хорошо не на носок. Пока еще, да, все на вынос Транцию нужно выключать Пока мы до ночи проедем Это очень крупный город Балтинниками здесь отвешен Очень местный Поворот нету Есть маленькие Правильно, бабушку пропустим А тут все равно красный Без вариантов Бабушка и нажала Знаю, вот люди ходят по улицам И отдыхают Семьями Наверное, уже нет такого жесткого Жестких ограничений Ох, автостанция местная Автобусов не густо Вернее, всего один Сейчас где-то в районе Кати Надо пообедать Это уже с желудок и позвоночника Прилипает Не отодрать Что-то, походу, у нас там впереди Переезд закрытый Что колейка стоит Да, да, да Всегда Придется подождать Зарулили в Белоярске Начинаем считать ларьки Шаурмой Раз Шаурма Раз Горятых тут штук десять Я как-то не обращал внимания Сейчас посмотрим Уже мы выяснили, где мы будем обедать Это уже будет за Катей Но кулинарный гид Димка сказал Потерпите, парни Зато вы там вкусно поедите Ну, придется потерпеть Так Это два, наверное, да? Нет, тут шашлычок написано Мясо на углях Но я так понял Это тоже шаурма Это два Потому что шашлычка я там не видел Что его там готовили Это шинка, это не шаурма Где тут, я не знаю, что он тут наговорил Вот, три шаурма Все Ларьков десять, ларьков десять Говорит, а тут шаурмой торгуют Что-то ты Преувеличил наш дядя Дима Может, Белоярский еще не закончится А, точно, еще в Белоярске не закончится Ну да Он же длинный такой, да, поселок Точно Так Четыре Это, наверное, пять Точно пять шаурма Я уже думал, все Потом вспомнил же Да, он же Вытянутый такой Вдоль дороги Вы что, мы тут уперлись В реверс? Это че? Это че? Это шаурма Шесть Вон семь Слева Над людям делать нечего Вот, вот, жарьки считают Ревсинская агресс Семь Вот, наверное, восемь То же самое, наверное Стоп А, точно, да Это восемь, да Где-то семь Нет, это уже восемь Это уже восемь А ревсинская агрессия Это на чем-то Что там за река течет Не в курсе? Нет, не в курсе Не был в тех краях А, до нее еще полтысячи Ой, полсотни верст Полтысячи верст Ну, загорайся, зеленая Светла Зеленая Кто-то телега ехать не хочет На морейках что-то Так, это уже восемь, да Врач, в каждой деревне посты были Сумма с этим Так Это, наверное, девять Это, наверное, девять Бизнес-ланч Шаурма Девять Это стоматология Это не шаурма Частная пивоварня Белоярская Тут даже есть Вот, десять Слева Справа Справа, вернее, десять Вот это уже одиннадцать О, какая красота Пяточки Пяточки еще какая-то, да? Я шаурнуюсь, считаю Да, да Не до сорока пяточек Одиннадцать Не, мы честно проедем Весь Белоярский Может, надо было по шаурме завалить? Нет, уж поехали там, где вкусно кормят Где вкусно кормят Хорошо Это магазин Что-то больше не видать Да босы есть Все, кончились Шавермы Мне кажется, сейчас будет еще Еще, судя по навигатору Если верить Маше Еще Белоярского Тут очень много Тут же крыша едет Шавермы считают Опять красный Е, ну мы все на одном кадре И говорили, что придумали Приложки березовые Свалили кучку Тут что, газа нет, что ли? Баня на травах А, может, банька, да На березовых Слева Да, вот, двенадцать Шаверма написана Это как по умету едешь Там шашлычные, да Я хотел в конце Белоярского Про это сказать Так, а здесь одни шау Шавермы Все равно Белоярский По сравнению с мордовским уметом Просто отдыхает Там в каждом доме Мордовский умет там, да Там в каждом доме шашлычное Да, конкуренция у них тут По шаурме большая Как в этом фильме, да В уездном городе Н было Столько парикмахерских Бюро похоронных услуг Что казалось, жители Побриться, постричься И умереть Так же и тут Тринадцать Когда собаке нечего делать Она Продолжать не буду Едем, развлекаемся Как можем Когда коту делать нечего Собаке Я про собаку слышу Про кота Не знаю Мой спид Когда ему делать нечего Е-мой, у нас же закончится Большой Пошел Тринадцать Как-то Некрасиво Надо четырнадцатая Что бы стрелило Может какой бы опустили Вроде считали Ну, значит Тринадцать Или вот это Четырнадцатая Нет Переменная Ну, я думаю За шаурмичную Сойдет Не Слово шаурма Не написано Надо быть честным Ну, значит Тринадцать Мы насчитали Подожди Еще вот здесь А, это еще Тоже к Белоярскому Относится Да Тут кафе Тут уже не шаурма Это уже Мезинская Все Это уже Не Белоярск Короче Мы насчитали Тринадцать штук Вот нам делать Нечего Едем шаурмич Просто кушать Уже хочется Очень А ехать еще Далеко До обеда Уже у нас Совместим обед С ужином Получается Почти Екатеринбург На горизонте Екатеринбург Столица Урала Да Так Сейчас наши дамочки Нас будут уводить На Челябинск А мы через Челябинск Не поедем Мы уходим Вот сюда Нарежь Нижний Тагил Рацию Можно выключать Они-то думают Что мы через Челябинск А мы-то не через Челябинск Пойдем Другим путем Не положите Та-да-да Пойдем В Красного Фимский Уйдем Можно и раньше уходить Через нижние серьги Михайлов Но я там один раз проехал Заблудился там Поэтому больше не хочу Что-то наверное лучше бы мы поехали на этот Ретраска новенькая Совсем Рочка новенькая Прицепчик новенький Совсем Чистая Либо здесь мылась А что Тут может дождей не было Что с Европы пришел Такой чисто У него же вон Резина черная Ну вы с мойки Может быть И мылся Что тут за Непонятки Спасибо дружище В общем вышли на Екат Не мылся Мылся Видно что Прям блестит Здесь Прицеп не такой уж иной Сейчас Катя по Екату Бежим И дальше В сторону Перми Пока Поскачем Толкаемся То что Авария была Или что Что-то Скорая Грузят кого-то Человека сбили Что-ли Дальцов не видно Плохо стало Кому-то Что-то там Человеку плохо Наверное Как на аварию Не похоже На ДТП Может просто плохо стало Ой все И сразу все побежали Как в Германии Прям Посмотреть на скорую Ну и все И все побежали Сразу Всем же надо Повернуть Посмотреть Ой какая Какая здесь С этой стороны Собрала Смотри Ой У нас не меньше Ну ладно Повернуть Терпение парни Терпение Сегодня пятница Тем более Все Разъезжаются По деревням По дачам Погода шикарная Только ехать Отдыхать А время Уже почти Пять часов Ну да Самый час пик Короткий день Начинается Может мы еще Успеем Выскочить Дай бог Не по-моему Тут коллега Побольше С этой стороны Ну да Там же ничего На дороге нет Просто Все едут Надо же Посмотреть Так Ну нам надо Где-то сейчас Местечко искать Время смены Пришло Какая колея Нифига себе На Якаде Собралась Ого Конца и края Не видать Да Поболее будет Здесь больше Да Мы только вышли И сразу уперлись Сколько мы тут Протолкались Ну пять минут Наверное От силы Упсей А здесь Вообще Пацаны Стоят Магуха Да Засада Еще Ремонт Бесконечная Продвижка Продвижка И дальше Опять все равно Все стоят Ладно Поехали искать Где можно Притормозиться Поменяться Шесть минут Осталось Поехали Или вырвались с Екады. Наверное, час потеряли, да? Да. Я 45 минут только ехал. Так как сменились. Ну да, пятница. Сплошной поток вот за город валит. Сейчас там где сужение в районе Первоуральска, там, наверное, тоже толкаться придется. Ничего. Что делать? Рабочий момент. Преодолеем его. Пятница. Крупные города. Нормальное явление. Тем более такая погода стоит. Сейчас вон хоть облочка появились. Тут вообще даже облаков не было. Вообще сказка. Ой, скорее бы уже до Харчевни добраться. Уже прям аж подвывает там желудки. Это все разворачивает, да? Да, это все на Челябинск. Хочешь, чтобы мы на Челябинск уехали. И дождясь сильнее. Наконец-то мы добрались до еды. Пойдем вот в этот подожди. Мельник. А, колодец он говорил. Ну, мельник, мельница. Он просто перепутал. Значит, тут есть, да? А, все. Мельница вообще классная. Затем на следующем повороте поверните. Все, пойдем. Это кафе Мельник. Кишкоблос там заниматься. На вынос. Понятно, что на вынос. А как ты хотел? Вон, можно в беседке пойти покушать. В беседку и пойдем. На вынос. Понятно, что на вынос. Сейчас везде пока еще на вынос. Пойдем в беседки, сядем. Все, что в этой машине сидеть. Ой, побежали заказывать. Ну, вот такой у нас обеда-ужин. Димыч сказал, надо заказывать свинина по-уральски. О, выглядит вообще обалдеть. Аппетитно. Халадин лишь там заказывает. Место тут приятное. Озерцо такое. Видите, как красиво. Симпатично, аккуратно. Класс. Сейчас здесь на цераске покушаем. Девушка разрешила. Михаил Владимирович придет. Тоже сказал, свинину будет заказывать. Мы же по совету знающего человека. В общем, приятного нам аппетита в этом шикарном месте. Понравится, будем все время сюда заезжать. Ну, не понравится, не может. Тимка плохого не посоветует. Ой, братцы. Это что-то шедевральное. Халадинович, что с вами? Я объелся. Димыч, респект тебе и уважуха. Друзья, заезжайте. По деньгам недорого. Так вкусно. Что, аж вот ноги не переставляются. Пойдем посмотрим на водоемчик с беседочки. Это просто огонь. Димка, вот ты никогда не подводил в этом плане. О, что по поводу вкусно покушать. И порции такие. И место классное. Смотрите, какая красота. Только комарики, понятно, вечерком. Все. Пауза заканчивается. Будем двигать дальше. Я на пассажирском. Мне проще. Что тут лайнер? Все нормально? Вроде все хорошо. Так что, друзья, заезжайте, кушайте. Шикарное кафе. И обстановка классная. Место уютное. Да, Михаил Владимирович? Слушай вас, занимательный. А ты говоришь, да. Не хочешь? Час я их тут возле поворота на Красного Финс. Собралась. Там сходка целая. Ой, добрались сюда. Слушайте, ужас какой-то. Тут ремонтов на этом куске дороги. Долго мы сюда ехали, до этого поворота. Признаюсь честно, вот этой дорогой ездил раза два или три, но лет 15 назад, но никогда до Красного Финска не доезжал. Все там козьими дорогами какими-то все срезали. Там какие-то нижние серьги, там Михайловск. Один раз так срезал, что потом ночь пришлось, провалившись в грунт сидеть, пока дорожники не вытащили. Давно это было. Это у меня первый раз провели на Екатеринбург. Той дорогой через нижние серьги. Толпой мы шли. Я вроде бы типа ее запомнил, а навигатора уже не было еще ничего. Это еще был там 2004 год. Ну а назад решил самостоятельно на Сатву ехать с этой дорогой. Ну и поехал. Там дорожники дорогу перекопали. И они как раз собирались. А я черт все знает, еду. Ноябрь месяц 7. Ни черта не понятно, куда еду. 21 тонна груза. Ну и, а там метров 50 перекопано там было. Ну и потом они заровняли это все дело. Ну и я с этими тоннами своими, я так думаю, тихонечко, аккуратненько перееду. Так, лэп, 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 лэп. Короче, посередине этого перекопа только бульк по мосту. На Мазмане еще был. И все. Ни взад, ни вперед. Дорожники собрались и уехали. Я там ночь отбичевал. Прямо посреди дороги. Сначала пошел в деревню. Там деревня какая-то рядом. Пошел тракториста искать. Я уже, может, рассказывал. Ну, если что, повторюсь. Пошел тракториста искать. Ну, один пьян искали, спит. Нашел кого-то частника. А у него трактор там гусеничный. Но гусеницы тоненькие такие. Он приехал, что-то там попытался. Попытался чуть гусеницы, если не оторвал. Мне говорит, брат, ничего я тебя не сделаю. Еще сплю так посреди ночи. Ну, не зашторивался, ничего. Прямо посреди дороги стою. Слышал, в двери кто-то стукает. Ну, думаю, началось. Выглядываю, со спальника вылажу, выглядываю. Волга стоит, тоже провалился. Говорит, помоги вытолкать. Вылез, помог, вытолкал. Все. Утром дорожники приезжают. Что, сидишь? Я говорю, ага. Ладно, говорит, сейчас вытащим. Но не меня этим каким-то там... Ну, не Кир, не К-700. Какой-то такой, я не помню, там, трактор. Ну, на больших колесах. Он меня не выдрал. Пришлось подгонять этот такой с ковшом на гусеницах. Все, он меня вытащил. Говорит, ну, тебе, говорит, не в эту сторону. Тебе, говорит, обратно надо. Ё-моё. Акарь снег пошел. Дождался снега, все как положено. Вечером-то ехал, сухо было. Ну, блин, развернулся. Говорит, сходу бери, если что. Мы тебя, говорит, опять вызернем. Сходу-то я и проскочил, когда назад уже развернувшись через эту... Через этот участочек эти 50 метров. Выхожу там, что я вам там должен? Да, не, ничего, все, езжай. Но тебе, говорит, не сюда. Ну, то есть, не в ту сторону ты ехал, слава богу. Вообще-то неизвестно, куда бы уехал. А как раз получилось, там какая-то низинка вот этой. И тут же, что же, подъемы, спуски такая, дорога тоже такая. Ни связи нету, ничего. На горку выехал. Я думал, телефон взорвется. Еще такой этот обыкновенный был. Не смартфоны, ничего там, только эти смски всякие. Я думал, он разорвется от этих смс-ок. Там все и офисы, дом там потеряли все, все, пропал с экраном, радаром. Было такое. И после этого я отсюда не езжу. Через эти нижние серьги отучили быстро. Отучился, вернее. Ну, вот сейчас попробуем как-то здесь вот через Красноуфимск. Еще помню, я здесь ехал. Тут еще на этом участке дороги. Еще кусок гравейки даже был такой. Асфальт, асфальт, потом раз, асфальт заканчивается, все, гравейка начинается. Вот такая была история небольшая. Сейчас посмотрим. Не знаю, докуда мы сегодня доедем. Сколько мы еще сегодня проедем? 107 километров. Ну, до соточки мы еще проедем сегодня. Да, там какой-то стояночки, там 107 километров, там будем ночевать. Скоро стемнеет. На ночь не попремся. Завтра нам останется там 800 с чем-то верст до Сызрани. Вот, Красноуфимский район начался. Но когда оттуда идешь, ты до Красноуфимска не доезжаешь. Раньше уходишь, какой-то Михайловск. Вот я только название запомнил. Михайловск, нижние серьги. Все. А дорогу нифига не запомнил. Ну, сейчас посмотрим, что у нас тут интересного в Красноуфимске. Не доводилось еще здесь ездить. Нет, получается, через сам Красноуфимск едешь. И так вот прямо-прямо будем ехать по горам, по горкам, по долинам, по вздорьям. И в Кропачево выедем на пятерку. А там что-то... Сим остается спуститься, подняться. И все, и Урал закончился. Но это уже будет завтра. Это нам тут хотел на стоянку. И здесь они вместе. Ой. Не знаю. Не, не, не тут. Это еще. Ну, кафе какое-то просто. Не стоянка вот. Вот фишка, да. Вот я посмотрел в России, в городах вот эти. Я, сердечко и потом название города. Наверное, сейчас... Во всех городах такой вот свой город. Нет, я понимаю. Раньше же не было такого. Совсем недавно такое стало появляться. Ноу-хау. Школа местная. Красноуфимск. Тут нужно было боков, конечно, и покрасить. Поселок городского типа? Или город? Город, наверное. Нужно районный центр, город. Школа местная. Шалинит. В пределах не наказуемо. В пределах не наказуемо. Знак 40. Я еду 57. В поле мне уже второй штраф прилетел. вчера шефа брату кто ехал в питере такого-то такого-то числа уже 2 2 по 500 уже получил блин вы стараешься не нарушать полицаев нужно вложили не крупный не крупный тут не очень много жителей не маленький но и не очень большие я вижу что не закончится вот же газпром есть газпром нефть уфа 382 382 километра нормально и цикла на пропускать с люстрами местная промзона торговый комплекс какая промзона сети строят базы отделочные материалы торговые дом написано было полу центр нам удастся держать канал и коронавирус если каждый будет соблюдать простые правила поведения газпроме было 4830 цена это на уголе глухой ли невинный запуск 40 9 10 до 49 10 более немножко подороже читать через весь город надо ехать получается небольшой маленький я погорячился большой город свой край не видать памятник войнам революцию революции что тут написано проезд для грузового транспорта закрыт ремонт дороги движение согласно схеме налево нельзя значит поедем прямо ну да, объезд прямо точно значит поедем прямо уступать надо железный ух ты железный разворачивать будет даже не знаю через жилые дома прям получается на следующем повороте резко поверните направо или положите на следующем повороте резко провожить на следующем повороте резко но разворачиваем не понимает что ты сюда поехал все здесь едут еду значит и мы едем моментом на левом выйдем куда-нибудь чудо посмотрим как тут люди живут через 800 метров как везде не одни понятно не одни все здесь едут раз объезд дорога заканчивается дорога заканчивается вам приехали вообще такой хороший зимой тут заберись попробуй потекло лежат пустой дубль мне приходится придерживать его на ретан не держится тоже не держит она держит все равно начинает разрываться крутой спуск нормально наверное мы выбираемся с объезда куда куда gad На следующем повороте поверните налево. Затем на следующем повороте поверните налево. На следующем повороте поверните налево. Затем на следующем повороте поверните налево. это мы тут совсем круги какие-то рисуем ехали центр где мы должны были ехать там почти в центре и сейчас объем после бмв сейчас направо честно правда еще с этим объездом совсем уже голова закружилась вот объезд направо оттуда прямо поехал не понятно что направо голова закружила тут вправо влево вправо влево навигатор тоже туда видишь прямо туда под знак пошел она мы сейчас туда же и уедем только чуть-чуть через частный сектор пацаны видно тут постоянно уже лет есть здесь гравейка ясно и там по прямой по асфальту пошли короче что-то тут совсем короче временем еще не потеряли просто да пробки на и гаде ремонт и на пермской трассе здесь и по красноуфим скупой я уже должны педаль не да будем знать лучше ехать через щелябинск там дальше но там ровнее широко ровно качество себе да и все перепроложить